Девушки отдыхают 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 пусть так и будет. 12 марта. Но вот прошлой ночью произошло нечто уж совсем странное. Я взял таблетки и уже собирался их принять. Как вдруг снова начался стук. Я не помню, чтобы я его слышал прошлой ночью. Наверное, тогда я просто очень быстро заснул. В этот раз я услышал его, и мне стало не по себе. Каждый раз, когда я слышу стук, у меня бьется сердце. Обычно я закрываю голову делом и стараюсь думать о чем-то приятном. Но в этот раз у меня ничего не вышло. От этого стук стал только громче. Намного громче. В какой-то момент мне показалось, будто кто-то бьет в стену с улицы. Мне было чертовски страшно. Я включил свет, и стук прекратился. Я подумал, что от лекарства мне стало только хуже. Потом все началось заново. Я встал и пошел на кухню попить воды. Когда я вернулся, стук прекратился. И я не слышал его всю оставшуюся ночь. Что за чертовщина происходит? 13 марта. И снова этот стук. Он не прекращался всю ночь. Я принял лишнюю дозу золпи демо, и мне это помогло. Хотя я слышал этот звук даже во сне. 14 марта. Мой начальник отпустил меня с работы пораньше. Так дерьмово я выглядел. Наверное, я все еще болен. И он не хотел, чтобы я кого-нибудь заразил. В общем, я опять не спал. Угадайте почему. Из-за стука в стене. Опять. Что странно, он начал передвигаться. Обычно я слышал эти звуки только из двух стен. Что справа от кровати и от задней. В этот раз все изменилось. Это было странно. Потому что левая стена проходит над подвалом. Услышав стук, я встал, открыл дверь и прослушался. Стук был достаточно сильным. От него чуть ли не весь подвал затрясся. Может быть, у меня начались глюки от снотворного. Но этот гребаный звук стал перемещаться. И я услышал его в коридоре. Как будто по дому ходит невидимка и стучит по стенам. Короче, я последовал за звуком двери в подвал. И когда я открыл подвал, звуки прекратились. Я включил свет и увидел эти тени. Они тоже бросились в рассыпную, словно боялись света. Они были похожи на людей. Я уже собирался спуститься. Но тут я наконец стал действовать, как нормальный человек. Развернулся и закрыл дверь. Я снова лег в постели и всю ночь не слышал никаких звуков. Думаю, это хорошо. 15 марта. В моем доме провидения я никогда не верил в эту чушь. Но теперь, похоже, поверил. Сегодня я никуда не ходил. Потому что я пытался понять, что происходит в моем доме. Все эти звуки и тени уже задолбали меня. Я собираюсь со всем этим покончить. Поэтому пойду в подвал и узнаю, что там происходит. 12.53. Никто мне не поверит, но мы дома держим. Я собираюсь как можно скорее записать все, что видел. Потому что мне нужно доказательство, что это действительно случилось. А потом найду экзорциста. Я спустился в подвал, и тени снова бросились бежать от света. У меня с собой был только телефон и кухонный нож, который я зачем-то взял с собой. Должно быть, я взял его на случай, если там окажется человек из плоти и крови, а не призрак. Свет был включен. Но лампа уже старая, и она в любую секунду могла перегореть. Я заглядываю за угол лестницы, который ведет в небольшую комнату со стиральной машиной, и вижу тень. Подхожу ближе и слышу этот чертов писк. Как будто я наступил на крысу, и она запищала от боли. В эту же секунду я что-то увидел боковым зрением. Я бросил нож и кинулся к лестнице. Было такое чувство, будто за мной гонится. Я побежал наверх и захлопнул за собой дверь. Это все очень странно. Надо будет еще раз спуститься. 16 марта. 9.40. Непрорывно звонит телефон. Начальник будет на меня орать за то, что я снова не пришел на работу. Но я клянусь, что почти избавился от этих призраков. Или кто они там? Час назад, я снова туда спустился. Я снова слышал этот писк и видел эту ужасную тварь. Не хочу описать, как она выглядела. Меня от этого в дрожь бросает. Я становлюсь парноиком. А мне нельзя впадать в парною. Потому что я должен спуститься вниз и очистить подвал от этих тварей, пока они мной не завладели. Или что они хотят сделать? 14.15. Я потерял два часа. Не знаю, что я делал между двенадцатью и часом. Потому что я спустился в подвал в десять и пробыл там всего пять минут. В этот раз мне там было совсем неуютно. Я чувствую, что там поселилось что-то очень злое. Оно пугает меня. Я больше не хочу туда ходить. Три часа ночи. Не могу спать. Опять слышу звуки. Надо снова проверить подвал. Четыре сорок восемь. Я снова это видел. Я раньше писал, что не хочу их описывать. Их было двое. Они были ужасны. Я не хочу туда возвращаться. Они похожи на демонов. Такие грязные, с круглыми головами. У них были тощие тела и большие черные глаза. Они открывали рты. И я видел их зубы, которые выглядят так, будто сделаны из старого гнилого дерева. Я видел их за углом и слышал их писк. Они просто стояли на месте. Потом один из них подошел ко мне, вытянув руки. Они были такие большие. И он попытался схватить меня. Наверное, чтобы забрать мою душу. Я побежал по лестнице и хотел было вызвать полицию. Но что они сделают? Они подумают, что я наркоман или псих. Эти демоны хотят захватить мой дом. Я это знаю. 17 марта. Прошлой ночью я только и видел этих демонов. Я совсем не спал. Но я видел их боковым зрением. Хоть я и знаю, что они все еще сидят в подвале и ждут меня. Они дразнят меня и внушают мне, что я должен спуститься и изгнать их. Я туда не пойду. На черченной двери какие-нибудь оккультные символы. Надо в интернете их поискать. Потом напишу об этом. 22.00. Я сделал это. Сделал. Я победил. Я изгнал их. Но в доме еще остался их осадок. Завтра я кого-нибудь вызову, чтобы подвал очистили. 18 марта. Мой дом чист. И знаете что? Прошлой ночью я ничего не слышал. Никакого стука, никакого шума. Я даже не чувствую, будто меня кто-то ждет в темноте. Мне даже не нужно снотворное. Супер. Я сказал начальнику, что у меня были семейные проблемы и он мне поверил. Хотя он мне точно что-то вычтут из зарплаты. Да и плевать. Я чувствую себя отлично. Теперь все будет намного лучше. Я наконец-то смогу радоваться жизни. Это запись из дневника Колла Маккалистера, обвиненного в убийстве своего трехлетнего сына и пятилетней дочери. Установлено, что перед убийством он целый месяц задержал их в запертих в подвале. Субтитры сделал DimaTorzok